Вы говорите, хвалил Шалима. Я не хвалил Шалима. С того времени, как мы с вами беседовали, прошло два года, и он очень усовершенствовал свою игру. Хорошо подготовились, я вижу, так. Всем привет! В эфире очередной выпуск «Не один дома». Нехотя продолжаем сидеть по домам, хотя хотелось бы уже эту ситуацию изменить. Крюот! Подсекай! Эй! И здесь никого. Где все? Все в Бэт-Сити делают ставки на спорт. Бэт-Сити. Для тех, кто в игре. Вместе с нами сегодня очень интересный тренер. На сайте sportsdale.ru недавно вышло интервью с аналитиком футбольного клуба Сочи Александром Верязкиным, который назвал тройку, по его мнению, самых перспективных тренеров России, и в нее вошел Андрей Талалаев, который еще этой зимой был главным тренером Химов. Андрей, как вы относитесь к такому выбору с лекционера Сочи? Карпин, Калешин, Талалаев. Ну, я так понимаю, что это больше касается, наверное, тактической мысли, и в силу того, что достаточно часто выражаю свое видение по телевизору, и участвую во многих конференциях, в которых принимают участие аналитики, люди, которые помогают штабам и главным тренерам. Понятно, что у меня как платформа больше, и, конечно, это приятно, когда тебя даже собаке похвала приятно, когда тебя признают люди, которые работают с тобой вместе в профессии, подчеркивают лишний раз, что находятся на правильном направлении. Уровень соперников то же самое, там и Калешин, и Карпин, это люди, которые достигают успеха в профессии и очень системно подходят к тренерам. Вот с учетом всего вышеперечисленного, как вы отнеслись к новости о том, что Семина в «Локомотиве» меняют на Никовича? В свете всего того, о чем мы сейчас поговорили. Меня эта новость мало касается. Мало касается в какой степени. Я понимал, что меня на сегодня навряд ли позовут «Локомотив», назрела конфликтная ситуация, которая там происходит, об этом знают все. И, в конце концов, выход напрашивался. То, что касается Юрия Павловича, наверное, никто не будет спорить, что это выдающийся тренер российский. И на сегодняшний день «Локомотив» – это его детище. И, наверное, продуктивнее именно с этим «Локомотивом» никто не сможет сработать. То, что касается Никовича, тренер, который в Сербии и Венгрии выиграл чемпионат, это хороший показатель. Молодой, перспективный, системный. Но как у вас работает в «Локомотиве» никто не представляет. Пока, скажем так, это не «Саки», не «Мауриньо». В командах больших всегда происходят изменения. С точки зрения возможности этого факта, но это уже напрашивалось. С точки зрения, как это было сделано, насколько некрасиво, насколько своевременно, это, наверное, вопрос руководителям «Локомотива». Как вы считаете, сейчас уже предвосхищаемы все события, анализируя, кто как будет играть через месяц? Или вообще сейчас пока нет смысла делать какие-то либо предположения относительно формы команд, относительно их дальнейших выступлений и так далее? Мы можем параллельно проводить, допустим, с тем, что происходит на сегодняшний день. Словно чемпионат Белоруссии и чемпионат Германии – первый тур, которого мы видели. На мой взгляд, те команды, у кого более длинные скамейки с наличием классных исполнителей, не молодых, да, именно перспективных, а именно мастеров, которые могут в нужный момент демонстрировать свой уровень мастерства, те будут иметь преимущество. Мне кажется, стартовавший вот этот 26-й тур чемпионат в Германии показал, что те команды, которые имеют там 20-25 человек высококлассных исполнителей, несмотря на то, что состояние неоптимальное, они без проблем добились успеха в стартовавшем туре. Посмотрите, обе Боруссии достаточно легко выиграли, Бавария и тот же Байер Ливеркузовский, который забил там 4, а Бремен, как он был до пандемии, не шевелящийся, так он, ну, вроде бы, какое-то поступательное движение с точки зрения игровой идеи и сыгранности появилось. То есть видно, что они что-то покатали там буквально за две недели. Но то, что им не хватает мастерства, и на протяжении там всей игры, хоть вы 5 замен сделайте, хоть 7, они все равно будут сказываться. Поэтому с точки зрения прогноза на вот этот отрезок, который будет, дай бог, что нам удастся доиграть, мне кажется, команды, которых больше в наличии классных исполнителей, те будут более успешными. То есть, условно, в противостоянии там ЦСКА, Ростова и Локомотива, я отдал бы свой голос сейчас, вот в том состоянии, что мы видим, если это стартует, как запланировано. За Ростов и Локомотив скорее, чем за ЦСКА. Ну, сейчас очень многие представители клубов могут начать цепляться за какие-то вопросы, связанные со справедливостью и несправедливостью. У этих легионеров приехало больше, у этих меньше, у этих то, у этих все. День на подготовку больше, день меньше. Но на самом деле, вот то, о чем вы говорите, это правильно я понял, что те команды, которых уровень исполнительского мастерства, которые больше смогут играть в контроль мяча, чем те, которые зависят от физической формы, они будут иметь 80% преимущество. Правильно это все? Правильно. Единственное, я, наверное, одно слово только уберу. Контроль. Контроль, как таковой, не нужен. Здесь я больше акцент делаю на исполнительское мастерство в завершающей стадии атаки. То есть, условно, армейцы, ну, если сейчас время было достаточно для анализа, если кто-то смотрел, то больше всех на одной трети соперника проводят московские армейцы, наряду с «Зенитом». Но при этом реализации нет, и поэтому результаты далеки от оптимальных для них. Здесь больше акцент именно на ту манеру игры, которую демонстрировали команды до этого. Я не думаю, что что-то кардинально изменится. Но плюс с поправкой на состояние. То есть, понятно, что если вы не можете бегать 90 минут, вы должны правильную игровую аритмию делать. И почему я говорю именно про опытных игроков? Что все-таки они больше с этим сталкивались, более обученные и более квалифицированно, вот на коротком промежутке это умеют сделать. Второй момент, почему я все время, наверное, все-таки про скамейку говорю, но наши спортсмены не привыкли играть в таком плотном графике. То есть, два-три матча в неделю для нас скорее редкость, чем постоянство. Как чемпионат Англии, условно, Испании, когда идут кубки, когда идут Еврокубки. Вот этот отрезок, который там месяц-полтора нам предстоит, условно, для топовых команд, которые играют и кубок, и чемпионат, будет достаточно непривычно и достаточно тяжело. Здесь будут иметь преимущество, еще раз, те, у кого больше классных исполнителей, которые могут даже не только замены по ходу матча, о чем сейчас говорится, что пять можно делать, а еще и просто ротировать между матчами. Два матча сыграли, на третий выходят килограмм-пять-шесть другие, которые не уступают по мастерству. Ну вот в Германии шесть матчей было сыграно, уже посчитали, что восемь травм, вот тех, которые же предсказывали медицинские специалисты, которые были достаточно скептически настроены в отношении возобновления так быстро, такого ускоренного сезона в Германии. До российского возобновления остается месяц. И вот здесь, Андрей, пожалуй, ваш опыт, вы тем более об этом говорили, что в ФНЛ вы очень хорошо научились привыкать к вот этим вот частым играм в разных условиях, в разных часовых поясах. А про Армению, где вы работали в пюнике, вообще рассказывали какие-то ужасы про 19 матчей за сколько, за две недели или за три? Не-не-не, за шесть матчей за 19. Шесть матчей за 19. И семь матчей за 24 дня. Но вы хорошо подготовились, я вижу, так материал проштудирован. Я бы, наверное, не стал... В принципе, стоит сравнить статистику с первыми со стартовыми турами чемпионата. Я думаю, что пять-шесть травм мы и там бы нашли, и в Германии, и у нас то же самое. Это будет не что-то запредельное. Потом мы же говорим, что микроповреждения бывают, как правило, после каждого матча. Просто дай бог, чтобы не было там серьезных каких-то травм. И если мы говорим о месяце подготовки, я считаю, еще раз, подготовка, подготовка и рознь. Есть состояние оптимальной спортивной формы. Чтобы вывести на него, допустим, я все время говорю работодателю или людям, с которыми трудимся, с самим футболистом, я говорю, что мне нужно там 46-47 тренировочных дней. Еще лучше, когда это конкретно 6 недель. Плюс еще если дни отдыха посчитать, то будет чуть больше там. Но, если говорить о том, чтобы привести команду в состоянии готовности играть в матчи, для этого вполне достаточно 19-24 дня. Это уже доказано все опробовали. Все входят в сезон или после межсезонья в Европе. Все входят после этой подготовки. И наши команды, которые участвовали в Еврокубках, они, в принципе, тоже все проходили. То есть от 20 до 30 дней вполне хватает для того, чтобы провести команду, для того, чтобы она могла проводить матч. Да, это не будет высокоинтенсивная игра. Да, количество действий максимальной мощности будет меньше. Да, будет много неточностей. Потому что футболисты на такой скорости и с таким сопротивлением пока не готовы будут точно играть. Это будут сырые матчи. Почему у многих такое смазанное впечатление о стартовом вот этом 26-м туре немцев? Что Шальки не похожи на себя, что даже Барусия не такая, какая она была, что Байер в Баварии долго искала ключи к воротам Юниона. На мой взгляд, это все связано прежде всего с тем, что команды еще добирают свое оптимальное состояние. Походу вот этих стартовых там 3-4 тура они сыграют. Я думаю, что мы увидим как раз полностью уже эти команды. В своем лучшем виде. Но вот вы успели еще отметить немецкий тур тем, что заметили некую бесконтактность повышенную в игре. Действительно были диковатые вещи, когда игрок Майнца там с центра поля, как Франц Бакенбару в 66-м году дошел до ворот Кёльна и забил. Но это в нормальном мире, конечно, сейчас не встретишь. В нормальных обстоятельствах. Но не кажется ли вам, что в последнее время вообще в целом, в том числе и, кстати, в Германии, да, и в Германии, и в Голландии, вот эта самая бесконтактность, она в принципе стала выше, чем раньше? Потому что многие тренеры из современного поколения больше делают ставку на позиционную игру, на умение выбирать позицию и пытаются учить игроков избегать контактов, таких как подкаты резкие. И вообще меньше стало вот этой истории. Я не сказал бы, потому что когда команды играют матчи хорошего уровня, тот же Аякс или матчи Еврокубков, контактов там достаточно. Просто эти контакты, они отличаются от того, что было раньше. То есть это не когда человек получает мяч, набирает скорость, бежит с ним метров пять, его догоняют и катятся, и начинают его сбивать или толкать. Чем сегодняшний футбол отличается от футбола 30-летнего? Это расстояние мопеки. А еще больше, ну как говорят, что будущее, это антиципация, когда человек должны будут предвосхищать или опережать и играть на опережение. Вот сегодняшний современный футбол, на мой взгляд, то, что мы видим, топовые команды, которые мы смотрим, команды, которые заставляют ошибаться соперников в каких-то зонах, будь это на чужой половине, или блок в центре поля, или на своей, когда они организованную оборону делают, они создают определенную зону, куда загоняют соперника с мячом, и вот там они отбирают этот мяч. Но отбирают это не так, как было раньше, когда вырывают корни, ноги, с борьбой, а пытаются прочитать, куда пойдет передача, и один, два или три игрока пытаются ее перехватить. И вот именно с точки зрения игры без мяча, вот как они готовят эту ситуацию, вот в этом футбол очень сильно стал отличаться от того, который был раньше. И вот эти стартовые туры, они показали, что те, у кого навык этот был, создавать зоны для отбора, и в этих зонах перехватывать этот мяч, не обязательно отбирать, а именно перехватывать, и быстро проводить атаку, они выделяются. То есть, здорово, мне кажется, и Борусия Тортмунд, и Лейпциг, и Бавария во втором тайме, они очень четко это продемонстрировали. А что касается других команд, которые в другой манере немножко, которые обороняются больше не умением как раз, а числом и вот единоборствами, один в один, борьбой, или там двое против одного, когда очень часто говорят, что нужно продублировать, подстраховать, когда против тебя играют техничные игроки типа Санчо. Вот это отличие, оно еще ярче бросило глаза по этому туру, потому что команды в разном функциональном состоянии находятся. Ваши команды, и Тамбов, и Хинки, они все-таки были чуть более италинизированы, в хорошем смысле этого слова. Это абсолютно понятно. Почему? Учитывая то, что вы неровно дышите к итальянскому футболу, и, в общем-то, с Невио Скалой рядом работали в Спартаке. Правильно ли я понимаю, что вы все-таки пытаетесь сейчас уже перестраивать свои команды на какие-то другие рельсы, с учетом вот этих всех изменений в футболе? И быстро ли это перестройка сознания российских именно футболистов происходит? Чего ждать в ближайший год, два, три? Потому что многие клубы сейчас вынуждены будут играть с российскими игроками. Я бы, наверное, выделил еще и Плюник здесь. Приходя в команду, ты отталкиваешься от того, в какой футбол играют игроки, какие игроки у тебя есть. И очень тяжело, когда ты приходишь, допустим, в Тамбов, когда он на 17-м месте, Плюник, когда он на предпоследнем месте, или Химки, когда они на 15-м месте пропускают больше всех, сказать, ребят, мы через 5 месяцев будем играть в самый современный футбол, забивать больше всех, пропускать меньше всех. И ты начинаешь с того, что, ну, пляшешь от печки, ты минимизируешь количество голов, которые пропускает команда для того, чтобы стабилизировать результат в первую очередь. То есть это работа не по построению современного футбола, не рассказ, как ты видишь какие-то схемы. Это добыча результата. Первые там месяц-два ты должен дать футболистам хлеб. То есть они должны почувствовать, что мы перестали проигрывать, что мы не пропускаем как минимум. А теперь, ребятки, вот на этом фундаменте мы начинаем идти дальше. Другой момент, как это делать. То есть можно категорично очень обороняться только у своих ворот и ждать контратаки, можно сразу начинать там в середине поля задавать какие-то зоны для отбора. А можно попытаться даже с прессингом на чужой временами, какими-то там участками, 10 минут за тайм, 15 минут за тайм, играть агрессивно на чужой и ловить соперника на вот эту его раскрытость, когда ты 30 минут дал ему себя прижимать, отдал ему мяч и почувствовал это. Но при этом я хочу сформулировать, что со всеми командами, про которые я говорил за эти 4 года, нашим тренерским штабом, нам удалось сделать так, что мы там в тройке по забиванию мячей как минимум. То есть мы понимаем сейчас как тренеры и как футболисты к этому относятся. Когда ты объясняешь футболистам, ребят, для того, чтобы начать забивать, нам нужно не пропускать, они в это сначала не верят. Но потом, вот постепенно, когда ты делаешь вот это перешагивание, и они чувствуют вкус вот к этому футболу, что можно бегать, если брать общую сумму тренировочного времени или игрового расстояния, которое они пробегают, они пробегают столько и сколько и бегали до этого. Просто они бегают по-другому. И если они слышат тебя и видят это еще и в результате, а результат, как правило, это очки, голы, секунды плюс деньги, правильно? Примерно же никто не отменяет. И когда вот эта вера, она появляется, они готовы уже идти за тобой туда, куда ты их поведешь, там хоть в дремучий лес. А мы, как правило, ведем к тому, что показываем лучшие примеры, как раз многие команды, о которых мы сейчас с вами говорили, если мы говорим германские, и показываем итальянские. Не обязательно, чтобы это был Конте или игра в трех центральных защитников. Можно же играть в модульном 4, но при этом сохранять такой же баланс. То есть, когда у тебя три защитника будут в линию, а четвертый поднимется и будет опорным. И когда ты смотришь как бы расстановку, ты не понимаешь этого. А когда ты смотришь потом тепловую карту, это перемещение игроков, да, и усредненное, то получается, что люди иногда задают вопросы из тренерского цеха. А как ты, играя в 4, там, сохраняешь вот это? Ну и постепенно-постепенно приходит понимание, что не схема первичная, а понимание игроками своих функций на поле. Поэтому от итализирования команд мы постепенно переходим к модернизированию, то есть к современному футболу. Тот, который заставляет ошибаться соперников в нужных нам зонах. Андрей, я даже не знаю, как вот вы с таким подходом попали в число самых современных тренеров России, потому что сейчас скорее вот такие слова, что сначала мы минимизируем риски, а потом строим свою игру, это не модно, это не путь к самопиару. Каких футбольных аналитиков вы читаете, скажите? У нас Дорский и Лукомский, это два человека, которые пишут в России и переводят большинство материалов, и делают собственную аналитику, которая по цифрам, по пониманию, что происходило на поле, достаточно интересная. По выводам, которые они делают, они не всегда совпадают. Моя точка зрения, что теоретики футбольные, которые смотрят с телевизора и не знают, как это реализовывается на поле в работе тренировочной, они немножко неправильные выводы делают, на мой взгляд. Но с точки зрения того, что они подмечают, закономерность, которая происходит во время футбольного матча, и как это отражается на счете, на стратегии, на турнирном положении, мне эти ребята наиболее близкие. Что касается литературы, которую мы читаем, ну, Алинаторе, журнал итальянский, в котором очень подробно рассказывается как раз не только о современных, даже не тенденциях, даже не новшествах, а закономерностях, которые правят футбол, но и о переносе их в тренировочную работу. Вот чего не хватает многим изданиям, у нас нет сейчас таких серьезных изданий, которые помогали именно профильным тренерам. Вот почему у нас там профсоюз тренерский все время выпускает свой журнал, в котором делаются попытки вот этого переноса, то есть того, что мы видим, на то, как это делается, и какой футбол мы получим. Вот этого не хватает, на мой взгляд, очень сильно, и для этого нужно обязательно слушать и смотреть практикующих тренеров. И сейчас это скаевские любые программы, куда приходят Бенитес, куда приходят большие тренеры, которые рассказывают о мелких нюансах, например, о положении корпуса игроков в момент открытого-закрытого мяча. И они объясняют это на конкретных примерах, на очень больших футболистах. Это сильнее действует на игроков наших, что звезды, выполняя это, совершенствуются, значит, мы тоже сможем достичь этого уровня. Здесь не вопрос харизмы тренера или авторитета, который заработал результатами или не заработал результатами, а вопрос восприятия. То есть все-таки, когда наши игроки видят, что звезды уровня Роналда, не знаю, Ван Дейка, Де Микелеса, ну, кого угодно, прогрессируют в возрасте за 30 лет и совершенствуют себя, то они как бы легче воспринимают эту работу намного. Кстати, вот два года назад, когда были еще такие времена, и можно было ходить в редакцию спорта день за днем, они разговаривают по скайпу, вы сказали, что футбол Федотова вам не очень нравится, когда были тренером Тамбова. Я могу сказать это и сегодня, и продолжаю то же самое, что мне не нравится, когда баланс игры смещен в оборону. Я больше за зрелищность, за атаку, я сам экс-нападающий, и не случайно, поэтому, если вы еще раз посмотрите, то мои команды обязательно в тройке по команд, которые забивают. Пьюник, допустим, и Химки на сегодняшний день вообще абсолютные там лидеры по забитым. Здесь не вопрос нравится-не нравится фигура тренера, здесь вопрос психологии футбола, и, то есть, как бы, стратегии, за счет чего человек достигает результата. Но мне она понятна. То есть Федотов – это один из немногих тренеров, который модернизирует свою игру, совершенствуется. С того времени, как мы с вами беседовали, прошло два года, и он очень усовершенствовал свою игру. Позиционное нападение у команд Федотова очень сильно добавилось, и Оренбург в этом компоненте стал более интересным, и Сочи сегодняшний с этими исполнителями, которые есть. Вообще, на мой взгляд, у меня сейчас спрашивают, что вы там, вот видите, прогнозируете на весеннюю часть. Я думаю, если Кокорин там останется, как сказали, что он останется, то по набранным очкам, мне кажется, Сочи будет в тройке. Потому что очень хорошие исполнители, плюс тренерская идея, плюс собрали тренерско-аналитический очень сильный штаб. Вот если мы говорим про тренеров-аналитиков, людей, которые анализируют футбол, просматривают соперников, стандарты отвечают за это, то прирост Оренбурга, ну, в меньшей степени, а вот в Сочи по качеству игры, вот за эти фрагменты, которые удалось увидеть, за вот эту предсезонку, у которой команда играла, за игру в полуфлангах, за то, насколько стал командным игроком, как Кокорин, за то, насколько создаются, очень неплохо создаются моменты после стандартов у чужих, как против команд, играющих персонально, как и против команд, которые играют в зону, видно, что команда очень сильно прибавит. Вам также принадлежит еще одно такое непопулярное в хайповой среде высказывание, когда говорили о багаже Шалимова, вы поддержали своего предшественника в Химхах, сказали, что очень хорошее наследство получили от него, сейчас хвалить Шалимова не принято, вы можете повторить все то же самое? Я могу повторить, я смотрел, во всяком случае, за Ахматом, я понимаю, что он хочет. Еще раз, когда ты смотришь футбол, там несколько матчей одной команды, и не понимаешь, во что они играют сегодня, потом завтра, потом послезавтра, очень сложно судить об этом, поэтому я никогда не сужу, вы говорите, хвалил Шалимова, я не хвалил Шалимова, я хвалил футбол, его восприятие, его понимание футбола, то, которое он хочет привить. Другой вопрос, возможно ли это сделать в той среде, где он находится? И возможно ли это реализовать с теми футболистами, которые имеются в наличии? Вот, это самый главный вопрос. Если говорить о том, что прививает Игорь Шалимов футболистов, у нас мало тренеров, которые на уровне, допустим, где-то пограничной между ФНЛ и Премьер-лигой могут обучать футболистов креативу, то есть находить центр свободного пространства, прокатывать передачи на ход, условно играть в одно касание. Я не говорю, что это обязательно нужно, потому что некоторых приходится потом переучивать и играть наоборот в два касания. Но очень много плюсов в его работе я нахожу. Другой вопрос, как это связано с результатом, который достигает команда? Не всегда есть прямой процент тренеров. В 2016 году во Франции, во время чемпионата Европы, когда мы, собственно, с тех пор и начали общаться, вы с тем же Карпиным, кстати, были одним из лучших аналитиков студии Матч ТВ, которые разбирали матчи. Сейчас Евро сдвинулся на год. Можно ли чуть-чуть немножко о планах? Были ли у вас планы снова что-нибудь покомментировать? Или может быть что-то более глобальное, интересное уже по непосредственной деятельности? Взрослеет и понимаешь, и уходишь от абсолютной формы. Если раньше я себе говорил, больше я комментировать не буду, все никогда. Теперь это никогда уходит на нет. Но, честно, мне не так интересно стало комментировать матчи, как их анализировать, готовиться перед матчем, после матча делать какие-то выводы. Анализ и донесение информации, конкретики выводов до электората, до зрителей, до футболистов, когда ты с ними работаешь. Это более интересная работа, чем просто констатация того, что происходит. Но мне посчастливилось, я уже поработал на больших матчах, как комментатор, как аналитик. Это остается моим хобби, это лучше еще раз, чем просто сидеть там и пить пиво. Лучше готовиться к любому поединку, к любой передаче, просматривая какие-то материалы, которые помогают тебе совершенствовать. Поэтому я продолжаю в свободное время творчество на телевидении и благодарен, что меня туда приглашают. Что касается прогнозов на большие турниры, вот с предыдущим чемпионатом домашним, конечно, я связывал очень большие надежды, но когда Артур Сагаманян пригласил меня в клинике и предоставил полный карт-бланш, и у него были грандиозные планы, то, конечно, футбол перевесил. И я уехал туда и очень горд тем, что нам удалось сделать там. То есть мы, во-первых, сотворили историю, прошли в Еврокубках впервые в истории армянского футбола до третьего раунда. Во-вторых, очень сильно изменили команду. То есть команда с предпоследнего места стала бороться за чемпионство, и ей не хватило одного очка, чтобы стать чемпионом. И самое главное, что мы немножко сломали систему, которая была там. И вот после того, как мы уехали, четыре футболиста Пеника сейчас играют в различных лигах. То есть мы смели донести вот этот современный подход, что армянские игроки очень хотят играть за рубежом. Очень сложно перешагнуть этот барьер, не имея удачной практики в сборной. А сборная в последнее время не показывала оптимальных результатов. Хотя качество игры было неплохим, но результаты были не очень. И я думаю, что вот как раз наш приезд и вот это немножко, ну не то, что немножко, а даже вот полная перестройка психологии игроков, с которыми мы работали, она позволила им достичь определенных результатов и стать конкурентоспособными на европейском рынке. Еще раз, четверо игроков сейчас играют в разных странах. Да, это не ведущие, это Болгария, условно, Казахстан, Россия, но это уже шаг для игроков из Армении. Что за ужасы там происходили с 45-ти градусной жарой, когда на трибуну было нельзя сидеть? Игры-гиры были в 2 часа дня. Вопрос в том, что эти все ужасы можно было решить. То есть, условно говоря, даже если на стадионе нет освещения, но закат в 8 часов, то можно назначать игры на 6 часов. Но, к сожалению, я столкнулся с таким категорическим невосприятием посылов в усовершенствовании у руководителей федерации, у руководителей судейского комитета, у некоторых руководителей клубов, что я просто посчитал, что нет смысла бороться с ветряными мельницами, собрался и уехал. Но если люди не хотят совершенствоваться, зачем долбиться в закрытую дверь? Но было такое, что игры в 43 градуса жаре. Жары мы играли в 2 часа дня на стадионе на Банансе, когда можно было спокойно играть вечером. И когда солнце сядет, минимум на 10-15 градусов бы опустилось. Но нам это возможности не дали, из-за чего была такая упёртность, я так и не понял. Не все готовы к тем изменениям, которые там несли реформаторы, которые входили. Допустим, там поменяли руководители федерации, пришли другие люди, но они стали слушать не футбольных людей, а больше из мира вокруг футбола. А зачем тренеров нанимать? Зачем инвестировать тогда в тренеров, Андрей? Ну, я к этому и пришёл. Мы, в принципе, с Артуром Аршамовичем поговорили. Я сказал об этом, что пока у вас не готова среда, вам лучше развивать детско-юнский футбол в большей степени, инфраструктуру, а потом уже приглашать более квалифицированных, наверное, тренеров, чем те, которые сейчас там работают. Есть прямая взаимосвязь между детско-юнешней школой, материально-техническим обеспечением, ресурсом, так называемым, и достижением максимальных результатов. У меня пока складывается так, что, как правило, результаты всё время опережают все остальные составляющие. Я говорю о том, что это будет очень жидкая конструкция, если остальные три ноги не поставить и не начать развивать, и чтобы они точно так же нарастали, как результаты. Вот как получилось в Тамбове. Я очень радуюсь за успехи команды Павла Борисовича, Худякова и Ярцева, но всё же, мне кажется, пока инфраструктура мешает им достигать максимальных, они и так хорошо играют, но могут ещё лучше, если была опора на собственную школу и на собственную материально-техническую базу, стадион, базу спортивную и так далее. То же самое это происходит в Пюнике. И сейчас с этим же мы столкнулись в схимках, вроде бы, где всё есть для этого, но всё равно я думаю, что по детской и юноской школе и по молодёжному футболу там очень много нужно ещё шагов сделать для того, чтобы они стали стабильными игроками и борцами за Еврокуб. Вы часто говорили о том, что вам позволяет ваша деятельность в жизни, ваш образ жизни не умереть с голоду, если вы не будете принимать каждое любое предложение о тренерской работе. Мы действительно видим, что вы не хватаетесь за всё подряд и не работаете без конца, беспрерывно где-то. Можете позволить взять себе паузу. Вам позволяет действительно вот эта ваша ситуация быть более избирательным и действительно не идти туда, где вы просто подставитесь как специалист. Лобановский, по-моему, сказал, расчарование – это когда ты не можешь тренировать. Вот тот период, который сейчас проходит, я разговариваю с более опытными тренерами, задаю вопросы, что более ценно, вот соревновательный период или именно подготовительный. И вот раньше мне не хватало больше всего игр, которые каждую неделю или два раза в неделю игрались, вот этого адреналина, вот этого процесса исправления ошибок или совершенствования. Сейчас я больше всего жалею время как раз в предсезонке и в межсезонке. Потому что это то время, когда наибольший прогресс от игроков, наибольшего совершенствования ты можешь достигать. И вот сейчас нутром вот прям чувствую, когда я закончил работу с кимпом в конце января, мне было хорошо месяц, когда ты можешь анализировать много материалов, не надо носиться там с утра в 9 утра, выезжать из дома и в 10 из химок возвращаться вечером. Сейчас вот ты уже начинаешь чувствовать эту потребность наоборот вот в этом ритме жизни. И самое главное, что ты понимаешь, что вот сейчас будет 30-35-40 дней, когда можно любых футболистов вывести на абсолютно другой уровень. Я понимаю, что в конце концов что-то я найду применение себе там буду тренировать. Но вот это время, когда есть вот этот зазор, во-первых, зимой вот этот полтора месяца, которые еще были, когда можно было из команды, которая стала просто хорошей, сделать уже очень хорошую. В большинстве игроков я им открыто это говорил в химках, я не видел о потолках. То есть это команда, которая в принципе вот на этой основе с добавлением там 3-4 игрока в каждое там окно может уже там за Еврокубки вырасти в борьбу. Состояние на сегодняшний день такое, что хочется взяться уже за что угодно. Но понимаешь, что здесь должны быть три как бы составляющих, чтобы амбиции людей, которые платят, организовывают это, совпадали именно с материально-технической и вот этой структурной составляющей, чтобы штаб наш тренерский, потому что я не один, там люди, за которых я несу ответственность, могли реализовать все то, что мы умеем. Это можно сделать за короткий срок, как мы это уже показывали. И самое главное, чтобы это опять в пустоту не было отправлено, потому что мне очень жалко то, что сейчас происходит. То есть Артур Ашамович постепенно пришел к тому пониманию и вот сейчас говорят, что для них больше сосредоточиться именно на работе детско-юношеской школы, а вот результаты именно главной команды уже будут похиливаны. Они сейчас уже там на седьмом месте и там не ставят задачи какой-то глобальной. Но Ашамович сейчас говорят о том, что будет сокращено финансирование и именно все деньги будут вложены в рост детско-юношеской школы. Вот нужно, чтобы все это совпало, тогда работа получается успешной и самое главное, она, ну, простите за такой жаргон, она в кайф. Андрей, возвращение вам как можно более скорейшего. Спасибо. Подписывайтесь на YouTube канал Спорт один за днем, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии и заказывайте новых героев для неодин дома. Пока.